Страх номер один – это боюсь, что те, кто думает совмещать, поставьте единичку, кто думает совмещать свою работу по найму с созданием онлайн-школы, что вы боитесь, что у вас не будет времени на запуск. Достаточно много людей, кто хотел бы совмещать первое время, и это абсолютно нормально, потому что есть потребность в деньгах, и вы работаете, и если вы работаете, то страшно уволиться сразу и посвятить все время онлайн-школе, но нужны же и деньги на проживание, как же быть в этом случае. И здесь у вас выбор номер один – это все же оставаться там, где вы есть, или что-то делать по-новому. Естественно, если у вас там дети, если вы там еще кому-то помогаете по жизни, у вас есть стабильный доход, и вам страшно, то, естественно, такое решение, оно слишком трудное, я не могу вам говорить, вот только так и нужно действовать. Поставьте двоечку, кому актуален второй страх, всю жизнь провел в оффлайн, и не знаю, как поступиться к онлайну. У всех, кто считает, что вот в оффлайне как бы привык, не получится ли в онлайне, важно понимать, что когда-то перед нами стояли там задачи научиться ходить, и вот, например, там метафора, вот ездить на общественном транспорте, там, я привык, и вот страшно пересаживаться на собственный автомобиль. И вам выбор – это или оставить все, как есть, или принять решение, и, наконец-таки, научиться и пересесть. Вы хотите в онлайне, вы понимаете преимущество онлайна, что вы можете жить в любой стране мира, вы можете проводить много времени своими родными, вы можете из дома проводить вебинары, записывать уроки. Вот как я сейчас, я нахожусь недалеко от моря, в отеле, недалеко моя семья, поют птички, бегают белочки, и я в этих условиях провожу вебинар. Вам нужно решать, что вас больше стимулирует, вот эта картина будущего, куда вы можете прийти, то, что вам дает онлайн, или все же уже привычный, но не такой приятный оффлайн. Для кого актуален следующий страх – вдруг пойму, что это не мое. Вот начну, войду в онлайн-школу, займусь онлайн-школой, но потом пойму, что вот это не мое. Я расскажу о своей жизни. Можно рассматривать этот путь как путь полный ошибок, но можно рассматривать как путь полный уроков, который меня ведет дальше по жизни, и каждый раз я расту и развиваюсь, и каждый раз думаю, что же будет дальше. И вот этот путь привел меня в онлайн-образование. Онлайн-образование, оно началось где-то между кнопкой жизни студии и балета, и он постепенно-постепенно рос. И дорос до того, что я больше ничем не занимаюсь, кроме онлайн-образования. Мы одни из крупнейших в России в онлайн-образовании. И этот путь, к нему можно смотреть и говорить, ой, зачем я этим всем занимался, начал бы сразу заниматься онлайн-образованием, но можно смотреть с благодарностью, и говорить спасибо большое, что я получил опыт финансиста, спасибо большое, что я в кнопке жизни получил опыт первого стартапа и первого управления командой самостоятельного. Спасибо студии балета и шпагата, что я больше никогда не буду развивать студию балета и шпагата, и что я теперь могу сравнивать опыт развития вот этого оффлайн, такого обычного простого земного бизнеса. И тех из вас, кто вот имеет какой-то подобный бизнес, теперь понимаешь, что я не просто там взял и родился собственником онлайн-школы, да, прошел через весь витиеватый путь. Добрый день, это Дмитрий Юрченко. Так как вы интересуетесь темой создания онлайн-школ, то я уверен, что вам будет полезна наша книга «Как создать онлайн-школу». Это 350 страниц нашего опыта, как мы создаем и развиваем онлайн-школу, как мы упаковываем знания, как мы их продвигаем, как проводим вебинары, как делаем так, чтобы людям нравилось обучение, они доходили до конца и получали результат. Вы можете получить эту книгу бесплатно, если посмотрите внимательно мастер-класс про ограничивающие убеждения и страхи, которые вас сдерживают от того, чтобы получить успех. И в какой-то момент я расскажу, как вы можете получить эту книгу бесплатно. Смотрите внимательно, перематывать нельзя специально для того, чтобы вы еще во время просмотра не только получили пароли явки «Как получить эту книгу», но и получили пользу от самого мастер-класса. Мастер-класс очень полезен для всех и для тех, у кого уже есть онлайн-школа, но не получается вывести масштаб, так и для тех, кто только начинает и колеблется. Смотрите внимательно, вам будет полезно, и вы получите еще большую пользу, когда сможете получить доступ к бесплатной книге. Это полная версия книги, более 350 страниц. Я лично писал многие главы, редактировал. Книжка очень хорошая и полезная, рекомендую читать внимательно. Спасибо. Продолжение следует...